Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о послании апостола Павла Кремлина, мы обратимся сейчас к 15 главе. Формально 15 глава является продолжением разговора апостола о том, как разные люди относятся к пище, в частности, к мясной пище, которая может быть идложертвенной или не быть идложертвенной, и ты можешь об этом узнать или не знать. Апостол, собственно, себя причисляет к тем, для кого это по большому счету не важно. Он говорит о том, что я уверен в предыдущей главе, что нет пищи чистой или нечистой самой по себе, это только твое отношение. И он считает это сильной позицией. Немощные же с точки зрения Павла, ну там разбираются, как бы не оскверниться и так далее. Павел же говорит, главное Христа любить, главное ближнего не соблазнить, вот это важно, действительно. И продолжая этот разговор, здесь в 15 главе Павел говорит, мы сильные, он о себе и о тех, кто думает так же, как он говорит, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, брать на себя немощи бессильных. Он имеет в виду в первую очередь принимать без споров о мнениях и относиться к этому с терпением. Но дальше он еще уточняет, заботиться не о себе самих. Поразительным образом Павел предлагает своему читателю вот что увидеть. Если уж ты такой сильный, и ты действительно понимаешь, что Царство Божие не пища и не пяти, а праведность, мир и радость в Духе Святом, ну тогда забудься не о себе, подумай о том, как твой образ поступков, модус вивенти, как он скажется на других, на окружающих. Вот об этом нужно тебе позаботиться. В синодальном переводе не себе угождать, значит, авторы синодального перевода используют здесь термин угождать. Но в конечном итоге весь этот фрагмент главы, первые несколько стихов, сосредоточены вокруг важной очень мысли апостола. Он говорит, ведь и Христос заботился не о себе. Ведь и Христос заботился не о себе. Трудно даже представить себе, а как это могло бы выглядеть, если бы Христос заботился о себе. Не знаю, увлекался духовным самосовершенствованием. Да, или как-то еще. Но для апостола важно увидеть и показать своему читателю то, что для него самое главное. Он видит Иисуса, для которого, для Иисуса в центре, вот мы все, каждый из нас по отдельности, Христос не о себе заботился или не себе угождал в синодальном переводе. Это очень серьезная вещь. Понимаете? Собственно, в нашей традиции существует несколько взаимно перпендикулярных направлений мысли. Или все-таки надо заниматься самосовершенствованием, или совсем не надо им заниматься, или как-то это надо сочетать в каком-то там, значит, глубокомысленном балансе. Вот Павел говорит, нет, Христос об этом не думает. Христос не собой занят, не себе угождает. И нам предлагается все-таки считать этот факт, определяющим все наши попытки заниматься собой. Моментально приходят в некоторое противоречие все-таки с той благой вестью, которая несет нам священное писание Нового Завета, в частности, послание к римлянам. Да, продолжая дальше эту самую мысль, апостол говорит о том, что он молится, чтобы Бог терпения и утешения даровал римлянам быть в единомыслии между собою. Вот, вы заботитесь о других, вы не себе угождаете, потому что Христос не о себе заботится. И вот вы, поэтому, говорит апостол, с терпением и утешением относитесь друг к другу, утешайтесь в надежде. И в конце концов, так вы найдете, говорит апостол, путь единодушия, единомыслия, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога, в единомыслии по учению Иисуса Христа. Таким образом, для него путь к единомыслию, к единодушию, к тому, чтобы вместе славить Бога, к единству в конечном итоге, внутри данной общины, лежит через заботу о других и через потребность христиан не смущать немощных, по крайней мере, не смущать друг друга, что, в общем, очень серьезная такая вещь. Но помимо этого, конечно, надо обратить внимание на то, что в данном случае цель жизни, цель существования христианской общины Павел обозначает вот так – едиными устами прославлять Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Вот, собственно, для чего все его увещевания к римским христианам и формулируются. И еще раз он настаивает на том же самом. Поэтому принимайте друг друга, принимайте. Вы считаете, что вот они немощные, они считают, что вы немощные, ошибаетесь в том, ошибаетесь в этом. Павел говорит, ну, принимайте друг друга, как Христос принял вас, приобщив славе Божьей. Ну, это совсем непросто, потому что, конечно, христиане моментально перестали выполнять эти слова Павла насчет «принимайте» без споров о мнениях и стали очень даже спорить о мнениях и из-за любых каких-то неопределенностей или несогласностей в мнениях по богословским вопросам немедленно переставали и перестают принимать друг друга. Это, так сказать, исторический факт, и это прямо противоположно тому, что видит и к чему призывает апостол Павел. Он говорит, вы принимайте друг друга без споров о мнениях, как Христос принял вас. Понимаете, Христос ведь нас принимает вот такими, как Павел говорит, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В этом явлена любовь Отца к нам. Христос принимает нас не тогда, когда мы уже станем правильными, это можно ждать бесконечно, а вот такими, какие мы есть. И путь ко Христу, да, и вслед за ним становятся для людей еще и каким-то таким возрастанием в Божьей славе. И поэтому Павел советует, и даже в общем в повелительном тоне советует римским христианам, вы принимайте друг друга так, как Христос вас принял. И дальше апостол говорит о том, что вот в этом общем исповедании, когда мы едиными устами славим Бога, он приводит несколько цитат из разных гимнов, которые люди воспевали и воспевают Богу, и в конце этого фрагмента главы говорит, «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Важно увидеть, как апостол Павел пытается в одной фразе, в одной короткой молитве собрать вот все, что для него важно. Он говорит о Боге, как о Боге надежды, как о том, кто дает нам перспективу, кто дает нам надежду на новую жизнь, вообще на жизнь, на победу Христа над нашей смертью, надежды, которые делают нас способными принимать друг друга, как вот только что апостол говорил, да наполнит вас всякой радостью и мира в вере. Снова он только что выше говорил, «Царство Божие не пища и не пяти, а праведность, мир и радость Духе Святому». Вот здесь почти то же самое. Царство Божие – это радость и мир в вере. Еще одна формулировка, которая, может быть, для кого-то окажется более понятной. «Чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Видите, чтобы ваша надежда возрастала силой Святого Духа, потому что вот эта устремленность христиан к Христу, вера, радость, надежда, все то, что движет нами, когда мы пытаемся за Христом следовать, это еще и еще раз, Павел подчеркивает, дар Святого Духа. Вера, радость, мир, дар Святого Духа, который дается любому, хотя дарования различные, но которые надо просить и принимать как подарок. И дальше апостол говорит о том, что «я уверен в вас, что вы полны благости, но написал вам в напоминание вам». Возможно, знаете, здесь есть такой оттенок, интонация слегка ябсково извиняющаяся. Павел говорит, что «я так написал вам с такой прямотой и горячностью, хотя, конечно, понимаю, что вы сами все это знаете». Очень может быть, что это риторический прием, и что он вовсе не считает, что римляне сами все это знают. Но, тем не менее, ему важно, чтобы читатель не стал говорить, ах, что это он нам новое, неожиданное и какое-то там самобытное возвещает. Павел говорит, что «вы это знаете, все это, все вещи совершенно понятные, все то, что я вам говорил». Да, таким образом, в каком-то смысле он пытается, может быть, смягчить определенность его выбора между самыми разными позициями, которые там в римской христианской общине существуют. И несколько слов еще дальше апостол посвящает собственному служению, которое сравнивается с служением в храме. Как священник в храме, так я служу ради Божьего Евангелия, чтобы народы принесли Богу угодный ему дар. Наконец, заключительная часть пятой, простите, пятнадцатой главы послания к римлянам посвящена планам апостола. Он говорит о том, что он, в общем, хотел бы отправиться в миссионерское путешествие в Испанию, ему нужна некоторая база в западной части Средиземноморья, и он хотел бы, чтобы такой базой стал Рим и римская христианская община. Пока же, сообщает апостол, он там везет пожертвования Македонии, Ахае, в Иерусалим, и просит очень молиться римских христиан, чтобы вот это вот путешествие Павла в Иерусалим обошлось мирно, причем он опасается, как неуверовавших иудеев, там разных фарисеев, книжников, старцев народов, но и иудействующих в христианской общине Иерусалима. Поэтому он и призывает римских иудействующих, в том числе и римских христиан и изъязычников, вместе молиться об этой его миссии в Иерусалиме, миссии чрезвычайно важной, о которой он лишь отчасти и в других письмах сообщает. Здесь тоже он совсем коротко излагает суть пожертвования, которые общины Македонии, Ахае, вот бедным, голодающим христианам Иерусалима. Но там на самом деле ведь важно, что общины в Македонии, Ахае, это были общины, состоящие из христиан, из язычников. Там почти не было иудеев. А если были, то один-два. И вот именно эти люди, христиане из язычников, как братьям собрали денежную помощь голодающим христианам из иудеев в Иерусалиме. И для Павла это действие, передача этой помощи, это то, что собственно созидает глобальное единство церкви. Тоже, между прочим, очень поучительно увидеть. Мы, как правило, думаем, что глобальное единство церкви созидается с тем, что все должны согласиться со мной. А для Павла по-другому. Для него глобальным единством является та глобальная община, где разные люди помогают друг другу. И вот, собственно, об этом он и просит молиться римских христиан об успехе этой его миссии. Субтитры создавал DimaTorzok